Вот так, но это будет уходить уже в пёпл. Таким образом, если мы находим какой-то баланс, однако вот это важная особенность красного. Нужно находить с ним баланс, уменьшать структуру. Тогда он проявляет свою особую красоту, свою яркость красок. Смотрите, здесь вот это я вам показывала сейчас про красный. Почему на красный такой акцент? Сейчас я ещё вернусь, хотела вам показать предыдущий слайд. Почему про красный цвет? Дело всё в том, что в национальных костюмах очень часто присутствует красный. И это единственный цвет, в отличие от всех остальных, когда уменьшаешь его насыщенность в программе, текстура проявляется лучше. Ни один другой цвет так в программно себя не ведёт. Именно из-за этого красные оттенки, когда они не доведены до ума, они очень часто сильно отличаются от натуральных. И это связано исключительно с тем, что вот красный, вот он по-своему такой специфичный цвет. И возвращаясь к тому, почему идёт изменение цвета на костюмах, вот фотографии не имеют с одной стороны никакого отношения вроде как к национальному костюму, но просто на этой фотографии это видно особенно наглядно. Вот эти цветовые рефлексы. Вот эти шарики известны всем. В них вот недорогие китайские светодиоды. Тесно почему-то, короче, я сама себя теперь не вижу. Так, начать видео. Может быть сейчас увижу. Вы, кто присоединился, вы можете у себя подключить видео, и тогда вы тоже будете сами себя видеть, и мы вас тоже. Но это пожелание. То есть смотрите, здесь вот яркий пример. И так происходит абсолютно всегда. Любая лампочка очень сильно влияет на то, как у вас будет выглядеть ваш изначальный цвет вашего костюма. Более того, когда рядом сами костюмы, от них тоже попадают световые волны, переотражаются и летят, но угол падения равен углу отражения никто не отменял. То есть если стоит группа женщин, ну кого угодно, в ярких костюмах световые рефлексы начинают гулять вот так. У вас будет от ваших же костюмов окрашиваться и костюмы, и лица. И вот ещё здесь, почему мы, когда смотрим глазом, мы этого не видим. Почему мы этого не видим? Потому что глаз имеет свойство адаптироваться. Он выделяет главное, он ещё эмоционально на чём-то заострён. А камера ни на чём эмоционально не заостряется. Она видит ровно всё, только то, что она видит. И ещё именно поэтому зачастую изначально интересные цвета, мягко говоря, могут выглядеть искажёнными. Это будет связано с тем освещением, которое присутствует. Ну и вот снова вернусь к красному. То есть красный всегда мы в программе корректируем особым способом. Мы всегда убавляем насыщенность различными приёмами. И только тогда он начинает проявлять, проявляется текстура ткани. Сам красный начинает интересным образом смотреться. Иначе никак. Потому что вот такая специфика цвета. И что хотелось бы отметить. Смотрите, когда мы говорим о подходе к съёмке, вот как Нильс Бор сказал, что наблюдатель – это часть научной парадигмы. То есть о чём он сказал с точки зрения нашей фотографии. Когда мы делаем фотографию, о том, какая это будет фотография, будет ещё так же зависеть от того, какой человек потом на неё будет смотреть. Потому что без субъекта нет объекта, без объекта нет субъекта. Всегда наблюдатель, то есть человек, который смотрит со стороны, является всегда частью процесса. Со своим мнением, со своим видением, со своим… Потому что любое сознание – это всегда некая субъективность. Это, вы знаете, вот мне нравится, что такое сознание, когда его сравнивают с ветром. Мы сам ветер, но по сути не видим. Мы видим результаты его действия. Вот то есть когда мы снимаем, мы в результате, мы не видим тех волн, которые проходят, падают на заднюю стенку матрицы. Мы видим в итоге результат. И вот от этого надо всегда отталкиваться, чего мы хотим. Хочу сказать про боли. Я не стала сознательно приводить вам пример. У меня есть в моих съёмках. Я просто, кажется, не хочу переходить на личности, но об этом всё-таки скажу. О чём, какая проблема при съёмке с национальным костюмом? Наращённые ресницы, соответственно, ногти вот такие вот какие-то, и ещё и цветные. Опять почему же? Они видны и не просто видны. И я всегда слезой плачу, если я недостаточно хорошо убедила человека не делать цвет и вообще вот это всего не делать. Почему? Во-первых, когда камера фокусируется у нас с вами на глаз, а мы фокусируемся по глазу, особенно при крупных портретах, при хорошей детализации техники вот эта срощенность, такая вот склейка ресницы, она вы даже не представляете, как видна. И это выглядит очень ненатурально, потому что на сегодняшний момент детализация даже камер среднего уровня позволяет очень хорошо прописывать картинку. И вот эта вот ресница непонятная ни о чём выглядит крайне плохо. Более того, она даёт вот такую ядрёную тень под глазом, которую потом выдрать вообще ничем невозможно. Особенно, когда мы уже нам старше, больше чем 16, когда вот здесь потихоньку начинает тургать, падать, любые вот такие тени убираются достаточно сложно. То есть в каком плане сложно, уже это видно, что ты их оттуда убрал. Поэтому от ресниц лучше отказаться. Вы знаете, вот если вы посмотрите какие-то концерты, где выступают коллективы в народных костюмах, например, запись там 70-80-е годы прошлого века, в принципе, я понимаю, почему люди там так сильно красились и вот так вот эти ресницы выводили. Всё-таки детализация была не такова. И, в общем-то, лишь был виден глаз. На сегодняшний момент, если вы посмотрите современную видеосъёмку, когда это делают телекомпании, видеокамеры, у которых комплект стоит больше миллиона, а современные камеры могут себе позволить себе такое удовольствие, вот эти все чрезмерности видны крайне чрезмерно. Поэтому всё-таки, когда коллектив выступает, их снимает, вот снимают, нужно всё-таки учитывать на то, как сейчас работает техника. Ногти. Цветные, понимаете, фотография плоская. Цвет, как правило, вот такой, он сразу начинает выходить на передний план. Он виден, он получается, знаете, вот как то лишнее. Мне понравилась фраза Сантуана Экзюпери, когда совершенство – это когда не то, что надо ещё что-то добавить, а когда уже нечего убрать. Вот цвет ногтей – это то, что всегда хочется убрать. Это всегда будет мешать фотографии, всегда её портить. Обратите внимание на мужские руки в таких съёмках. Да там не видно, что они порой неухожен. Они лучше выглядят, чем женские, вот с такими буграми ногтей. Я бы рекомендовала. И лучше без цвета совсем. В крайнем случае какие-то бежевые цвета, если хочется сохранить покрытие. Любой цвет сильно будет, во-первых, это будет лишний цвет, а любое излишне в цвете – это всегда дешёвая картинка. Ещё раз поясню, что не выводила фотографии только из-за того, что, ну да, даже те к людям, которые очень душевно отношусь, тоже грешили тем, что приходили на съёмку с ногтями. Обувь. Обувь тоже всегда больная тема. Я понимаю, что это, в общем-то, зачастую объективная ситуация. Иногда, ну, как бы, вот костюм есть, а обуви, ну, так бывает, к нему не бывает. И вот здесь, видите, я даже заставляла снимать обувь. Эта проблема полностью не решала, но вот я помню, что у девушки были такие достаточно громоздкие туфли, и юбка выдавала залом на них. И для того, чтобы потом аккуратно, видите, закрыть это в фотошопе, я заставила её снять для того, чтобы вот не спадение юбки было аккуратным. Это тоже распространённая ситуация, когда недокомплект. У меня был случай, когда я снимала у казачьих съёмников, у парня не было, простите, штанов. Я его прятала сзади для того, чтобы прикрыть оставшимися юбками. Всякое бывает. Потому что, естественно, любая съёмка – это ещё очень серьёзный материальный ресурс, из которого мы исходим. Порой исходим из того, с чего исходим. То есть, вот да, обувь – это вот такая больная тема. Если обуви нет подходящей, то, конечно, тут нужна максимальная адаптация. Это вот в такой съёмке-то подошли бы чёрные балетки. То есть, максимально вот без цвета. И лучше чёрные, например, чем телесные или какого-то бежевого цвета. Но я сталкивалась и выкручивалась по-разному. Поэтому скажу, что съёмки с национальными костюмами мне даются достаточно тяжеловато из-за того, что вот очень часто бывает какой-то такой недокомплект. Вот здесь, видите, у меня вот племянница, она выросла из юбки, да? И, ну, у меня не было на тот момент другого костюма. Вот, видите, я вручную дотягивала вот эту юбку для того, чтобы максимально прикрыть. Поэтому говорю, что чёрные балетки, вот они выгоднее, и их легче увести в какую-то ситуацию ретуши. Это тоже момент, с которым мы будем сталкиваться в костюме. Я сейчас про обувь ещё. Обувь – это такая очень тяжёлая история. Это тоже я фотографии взяла в интернете, тоже с информационными целями. Но я думаю, что вряд ли я вас удивлю, если скажу, что вы все здесь видите сапоги. И причём вы первое, что здесь видите – это сапоги. И, конечно, видите, если казачий костюм, он достаточно выгодный в этом. В каком плане длинные юбки, их, естественно, можно утянуть вниз в программе, то не все национальные костюмы имеют юбки в пол. А, соответственно, когда вот этот вот нестыковка… В моём представлении, да, для меня это фотография… Ну, в принципе, я бы её в брак. Потому что здесь ничего не сделать. Тут даже надо очень много продолбаться, чтобы взять хотя бы прикрыть это. Ну, это лишняя работа, я бы даже просто за неё не стала браться. Но из-за чего очень часто смотрится картинка дёшево? Из-за вот этих вот моментов. Вот, ну, собственно, как здесь. То есть по поводу освещения. Освещение – самая такая дорогостоящая история вообще во всей нашей истории. И если мы порой не видим освещающего объекта, это не значит, что его нет. Это, скорее всего, здесь снимали фильм. И вот видите, когда мы видим на экране, например, солнце, это не значит, что светит солнце. Вот это, я даже не знаю вам по стоимости сказать вот эту всю историю. Я вам не могу предположить, сколько стоит это удовольствие. Вообще, световые приборы, свет – это очень дорогая история. Сложная история. Если это транспортабельно, это транспортировать этот свет, следить за том, чтобы его никто не снес. И в съёмке, во-первых, что важно отметить? Почему, собственно, нельзя телефоном, не то, что нельзя, сложно телефоном что-либо сделать. Потому что это только просто единственный какой-то прибор. А мы, когда снимаем, мы используем световые приборы и, в принципе, понимание света. Без понимания света – это не только освещенность. Вот тоже важно. Это и количество, и угол его подхода. И вот опытный фотограф отличается от неопытного в том, что он эти световые лучи уже видит всем своим телом. И вы видите, что очень часто я снимаю со вспышками. Я таскаю эти стойки на своём горбу, где могу, везу на машине, где машина не дошла, я их несу. Не из-за того, что мне поосвещать надо. Это и качество, и количество, и нужные характеристики света. То есть нельзя вспышку рассматривать как момент освещенности. Потому что вот ту вспышку, которую мы с вами имеем в фотокамерах, мне очень понравился совет – заклейте её жвачкой и никогда не отлепляйте. То есть смотрите, для чего нам нужно. Это создание бликов, это заполнение направлений. И когда мы снимаем, по эти тоже всё не просто так. Когда мы выводим образ, вот здесь увеличение глаз делается за счёт вот такого верхнего ракурса нависания. Видите, я вот стояла на вот этой скамеечке для того, чтобы увеличить визуально глаз за счёт там 50-го объектива. Но я знаю, что я делаю, и я могу это сделать. Если кто-то может сделать телефоном, в который, ну, он как-то подписан, ну, он должен знать, как это делать. Плюс световые приборы. Для телефона понадобится... Сейчас есть вспышки, которые коррелируют с телефонами. Да. Это компания Профото выпускает. Я не знаю, сколько такая вспышка стоит сейчас, но до этого она где-то 130 тысяч одна стоила без стойки, без софта. Ну, для понимания вопроса, да. Потому что свет – это очень дорогая история. Я очень часто терроризирую людей на своих съёмках. Ну, по принципу, знаете, как вы матом молчите. Блин. То есть, у нас трой определённый. Ну, вот творческая съёмка, ну, знаете, отвечает принципиально от коммерческой, о том, что я вот так могу сказать. Ну, по принципу... То есть, вот результат. Дело всё в том, что я всё время веду диалог с теми, кого фотографируют. И скажу сразу, не потому, что я люблю поговорить. Я бы с удовольствием снимала молча. Для чего я разговариваю? Для чего я даю такие задания? Иногда очень специфичные задания. Для того, чтобы спровоцировать определённую эмоциональность. Для того, чтобы поймать классный кадр, иногда его нужно тем или иным способом спровоцировать. Чем модель отличается от немодели? Модель умеет держать статику и порой выполнять те задания, а особенно актёры, которые он даёт режиссёр. Он тоже всегда им даёт те или иные задания. Поэтому вот для того, чтобы спровоцировать определённую мимическую ситуацию и быстро сфотографировать. То есть, я очень часто использую движения. Во-первых, обратите внимание, все длинные юбки очень хорошо смотрятся именно в движении, а не просто в повисании. Я показываю. Я как аниматор веселю. То есть, вот инструкция у меня идёт и голосом, и телом, и всем, чем угодно. Баба ступ – это баба ступ. А баба кремень – это которая на меня смотрит по принципу. Я сейчас коромыслом, перехринячий. Вот казачки они такие. Баба ступ. То есть, понимаете, хороший фотограф, он режиссёр. Он тем или иным способом оценивается. Понятно, что с разного человека мы можем вытянуть по-разному. У всех разные возможности, разный потенциал. Но его тоже нужно вытягивать. Да, конечно, кто-то более легко идёт на то, чтобы представить себя, кто-то идёт потяжелее. При одних и тех же посылах с разных людей мы будем всё равно получать разные ситуации. Что по поводу позирования? И просто ещё раз вернусь к тому моменту. Иметь хороший костюм недостаточно. Его нужно представить. Это, знаете, как танец, как песню. Его же нужно и тембрально показать. И показать, как в фигурном катании. Есть оценка за технику, есть оценка за... Ну, как этот второй показатель называется, да? Да. То есть, понимаете, вот здесь вот эти все моменты, они не случайны. Это геометрия кадра. Очень часто... Почему я обратила внимание, как ни странно, именно в фотографиях с национальными костюмами идёт пренебрежение, простите, геометрией, композицией и всеми нюансами. Потому что я не знаю, какой... Как кто внушает вот эту светлую идею, что достаточно прийти в костюмы. Понимаете, костюм – это вот часть. Да, допустим, как мы понимаем, мы ведь в костюм тоже собираем различных элементов. Отнеситесь к фотографии как к костюму. Когда мы вот собираем вот такой костюм целиком, из разных элементов. Это всегда вот... Как это сойдётся вот в эту единую плоскость. Понимаете, никто сам по себе так не сел, никто сам по себе не стал. Задача фотографа – и технически понимать ситуацию, быстро дать задание, проверить, так сказать, контролировать всё время исполнение и быстро реагировать. Вот этим отличается профессионал от непрофессионалов. Мы всегда учитываем все малейшие нюансы. Обратите внимание, это вот понятие нижнего ракурса. И здесь не завален горизонт. Он завален слегка, тут по берёзе видно. Вот он сейчас, я не знаю, попробует это убрать, чтобы вам было видно. Это момент низкого захода для того, чтобы передать некую вот такую ситуацию. То есть само по себе ничего. Вот каждая задание. Меня, например, фотографировать крайне тяжело. Крайне тяжело. Потому что я всё время лезу и говорю, что надо делать. Потому что надо иметь крепкие нервы для человека, который это делает. Скажу, что почему я здесь указываю, какие объективы. Вот эти вот технические нюансы, вот это размытие, да, это вот даёт объектив цейфцы. Ещё объективы, даже вот тот же паутинник у меня, никоновский и цейсовский, дают очень разную картинку. То есть вот оптика имеет огромное значение. Обратите внимание, какое значение имеет кадрирование. Почему я обращаю на это внимание? На многих телефонах сейчас можно делать либо вот 16 на 9. Видите, это одна плоскость. Большое значение имеет плоскость, которую мы захватываем. Группа, говоря, часть картинки. Как одна и та же ситуация, видите, идёт в разных порезках. Вот он, любимый квадрат. И сейчас вот ещё в телефонах иногда базово стоит фотография пропорция 4 на 3. Когда мы снимаем, что должен оценивать фотограф? Не только костюмы, а как расположить костюмы. И есть определённые правила расположения, создания мизансцены. Кто, как и как должны быть расположены руки, как они должны сходиться и как вот здесь выводится скатерть. Создание определённых треугольников. Видите, раз треугольник, тут треугольник, и людей трое. Вот поверьте, вот не просто они здесь так сели. И вот этот человек должен, заходя, представлять себе, какое он даст задание. Важно иметь классный костюм. Но вот этот пазл должен сложить фотография. И только человек может вот это делать. Никакая камера, никакая не будет это делать за человека. То есть вот здесь, видите, я перепроверяла схождение по различным линиям акцентировки. Для того, чтобы у меня понимать, вот эти вот за счёт треугольников я здесь отыгрывала ситуацию. Обратите, да, я уже вам цитирую экзепери, да, когда... Сейчас я посмотрю, попробую убрать. Нет, так полностью не убирается. Обратите внимание, да, вот здесь я за счёт уже убирала те предметы, которые я убрать не могла. Это казачий курень, огонь здесь настоящий. Ну, однако были те предметы, которые вот я не могла по-хозяйски убрать. Да, и это отдельная большая... Но, однако, ради того, что здесь была эта печь, я предпринимала потом все усилия для того, чтобы прикрыть вот лишние детали в фотошопе. Поэтому фотосъёмки ещё тоже вот этот момент... Вот опять же, видите, собрать этот комплект, просто встать по стойке смирно и демонстрировать костюм, знаете, хорошо, но мало. То есть, когда мы собираете мизанцину, к ней стоит подходить так же, как к костюму. Как вы комплектуете этот костюм. И вы видите, что вот, знаете, как бы не только я таскаю на себе вот эти световые приборы, они со мной всюду и везде. В большинстве случаев я снимаю со вспышками. Чаще всего с двумя или тремя. И это софты. Поэтому помимо любого снимающего устройства, любой, скажем, ловушки, куда мы ловим изображение, мы формируем теми или иными. В этом весь вопрос. Если их не видно в кадре, то это не значит, что у них нет... Однако вот тут Юля с опытом сразу определила, что здесь не просто так вот это светло, потому что оно чем-то должно быть было посвящено. Но не все это так увидят. Но без этого, ну, как бы никак нельзя. То есть смотрите, что когда мы формируем кадр, композиция – это наше всё. Вот понимаете, как вот люди, предметы, перспективы, вот это всё будет относительно друг друга. Потому что глаз читает фотографию как книгу. Вот он зашёл и начинает блуждать. Либо как минимум, для чего нам нужны выходы вот на какие-то ключевые точки. Для того, чтобы фотографию не пролистнули, а начали её рассматривать. Зацепили за что-то. То есть это, естественно, не панацея. Это, знаете, вот такой крючок, который захватит и заставит взгляд блуждать. То есть когда мы делаем кадр, вот это всё нам нужно держать в голове. Не само. Так, вот сейчас я тоже постараюсь вот тут сдвинуть. Ну, здесь отчасти вот видно, смотрите. Вот когда опять же формирование кадра. Сейчас я вот сюда, наверное, посередёнки выведу. И обратите внимание, здесь не только разный баланс белого. Да, я его выправляла. Здесь также идёт съёмка со вспышкой. Смотрите, здесь, вот видите, нюансы. Здесь водосток, который является лишним предметом вообще. Видите, здесь нет. Это как игра «Найди 10 отличий». Сейчас я вам выведу. Здесь я это тоже показала. Обратите внимание, современную... Упс, так, теперь они туда выскочили, ладно. Современную плитку я тоже исправляла для того, чтобы её больше она попадала под мощение и убирала вот эту вот штуку. Я не знаю, как она правильно называется. Вот это тоже для того, чтобы... Фотографии, как правило, знаете, национальный костюм, он очень сложен в чём? Он уже такой мощный игрок, что ничто рядом не должно с ним конкурировать. Ничто не должно ему мешать. Поэтому вот из-за этого я убирала вот эти все лишние моменты. То есть, да, мы, конечно, стремимся придать и использовать какие-то фактурные интересные моменты. Так, сейчас мы, наверное, будем снова перезагружаться, потому что мы не успели. Через пять минут ещё раз перезагрузимся. То есть, смотрите, оно всё, опять же, да, почему мало одного устройства нужно умение и ещё вот это вот всё делать. То есть, смотрите, хочу вам привести такой пример. Это вот тоже, ну, своего рода костюм. Видите, здесь вот подробно расписано, что делали художники. Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что вот эта баночка, она такая, она подвешена с ними рядом. Вот это закон перспективы. И когда вот у людей не было вся такой компьютерной графики, они вот выкручивались вот таким образом. То есть, видите, вот когда мы правильно строим перспективы, мы, может, создаём определённую обманку зрения. Он просто маленький по размеру. Вот и всё. И мы всегда вот это делаем. Так, сейчас я постараюсь тоже вам убрать это. То есть, смотрите, здесь кто у меня снимался, тот знает, что я вот очень часто снимаю с такого ракурса. Опять же, не потому, что я очень люблю поваляться по земле. Для чего это делается? Это так называемый глубоко нижний ракурс. И самое главное, обратите на вот этот замечательный оранжевый пакет. Объясню, для чего я это использую. Нижний ракурс. Нижний ракурс всегда даёт эффект возвеличивания. То есть, видите, здесь вот, когда мы снизу заходим, это вот такая монументальность. В 20-х, 30-х годах фотографы советского периода, для того, чтобы возвеличивать рабочих и крестьян, они часто использовали, ну, в таких пафосных фотографиях нижний ракурс, для того, чтобы придать такой... Вот здесь мы тоже используем. При прямом ракурсе вот этого не будет. Здесь вот, видите, вот эта теневая игра за счёт вот этого. И для чего я здесь на вспышку надела этот оранжевый пакет? Для того, чтобы подать больше тепла на лицо. Да, можно использовать различные фильтры, но можно и выкручиваться вот таким, собственно, образом. То есть вот, сейчас я покажу. Тут тоже здесь вот такое лежание. Мне помогали. И мы сейчас с вами подошли к возрасту, который очень сильно влияет на вообще как снимать и как передавать возраст, потому что и как возраст, и как общая фотография может влиять на возраст. Обратите внимание, что да, это здесь, по-моему, начало века. Конечно, видно, что мама постарше, чем дети, да? Но, в общем-то, видно, что они все такие, мягко говоря, серьёзные. И, в общем, что я вам комментирую, вы сами всё, собственно, видите. О том, что те или иные технические моменты очень сильно влияют на то, какого возраста мы потом увидим человека на фотографии. И вот такой вот пример. Поэтому я привела вот эту старую фотографию мамы с детьми. Длинная выдержка называется. На тот момент были такие технические возможности. И по-другому, в общем-то, не то, что было совсем уж невозможно. Можно было. Но это было дороже и сложнее. Вот эту фотографию я как-то получила даже по всем ушам за эту фотографию. За то, что я написала о том, что только, как комментарий к этой фотографии, что судить только по фотографии, о том, что люди были суровые или нет, ну, достаточно не того, скажем так. Почему? Я объясню сейчас вам в следующем нашем подключении про длинную выдержку и почему люди были вот зачастую на фотографии суровые. Они могли и в жизни быть такие. Я не знаю. Я не буду об этом судить. Нужно иметь несколько источников. Однако, та форма съёмки, которая существовала на тот момент, она однозначно провоцировала людей вот выглядеть вот так вот напряжённо и сурово. И я даже на своём примере Амбротипи, как я на ней выгляжу, я вам покажу в другом. Ну, вот сейчас, когда оборвётся, я в новой ссылке. То есть, обратили внимание, здесь ей 33 года. Вот этой девушке. Молодому человеку 39. Я понимаю, допускаю, что образ жизни, ну, тяжёлый образ жизни давал своё. Однако, то, что здесь ещё добавила возраста фотография, ну, вот я объясню вам сейчас на примере длинной выдержки. Вот смотрите, что такое длинная выдержка. Это длительное время создания фотографии. Ну, так уж, если совсем по-простому. Вот это я снимала совсем недавно. Обратите внимание, 4 секунды здесь. Это уж, ну, по сравнению даже с 1869 годом, когда снималась предыдущая фотография, выдержки были 15-20 секунд. 4 даже не так много, да? И вот обратите, из-за того, что я снимала в темноте, и мне хотелось, вот, в общем-то, про... Ну, она не обладает уж бешеной художественной ценностью, зато на ней очень хорошо можно объяснить. Мне очень хотелось сделать фотографию вот с этими красивыми одуванами. И обратите внимание, 4 секунды. Это надо не двигаться, потому что за этот период любое движение приведёт к смазу. И вот, посмотрите, я вам здесь даже стрелочкой показала. Вот моя мама зажала племянницу, чтобы она не шевелилась, однако ребёнок чуть-чуть дёрнул ручкой. И вы видите, что получилось? Это я объясню на этом примере, почему люди в основном не улыбаются на тех старых фотографиях. Выдержать состояние улыбки 15 секунд, да даже 4. Стоит дёрнуться к губе, и будет смаз. Мне тоже как-то утверждали, что были фотографии с улыбками. Допускаю, что были. Наверное. Возможно, модели могли это как-то выдержать. Но более тренированные. Но, понимаете, прийти в семье и сказать... Вот они пришли в фотоателье, скорее всего, обычная семья, и сказали, знаете, можно с улыбкой, но нужно подхода в 10 сделать. Ну, то есть 10 съёмок, да? И стоит это будет в 10 раз больше. Я думаю, что экспериментаторов таких было немного. Только вот сумасшедшие фотографы могли себе позволить такие эксперименты. Поэтому люди, скорее всего, ушли на один снимок, они не шевелились. А улыбаться, если вот так не шевелясь, это будет не улыбка, это будет гримаса. Уж лучше уйти в более сдержанную форму, вот так не шевелиться. И вот поэтому вот такие суровости. То есть теоретически можно было сделать улыбку. Но это было бы сильно дороже, и не факт, чтобы получилось. То есть всё банально упирается в деньги. То есть вот смотрите, если бы та предыдущая фотография девушка дёрнулась бы, вот у неё губа бы дёрнулась, или у того молодого человека дёрнулась бы губа в улыбке, вот получилось бы вот так. Поэтому я думаю, что люди банально ещё не могли себе позволить себе это. Потому что движение очень сильно определяется, какое время у нас сорвнуется снимок. Я почему на примере голуби показала. Смотрите, здесь одна сто шестидесятая секунды. В принципе, ведь сейчас это очень мало. Это прям совсем короткое мгновение. Из-за того, что скорость голубя, ну, выше, и тут по большому счёту выдержка должна быть короче, видите, здесь размазывается крыло. Я это всё показала ровно к тому, что очень сильно вот это всё завязано. Время, за которое формируется снимок, да, закладываются те или иные моменты. Вот зачастую почему люди не улыбались на тех старых кадрах. Это было крайне дорогое удовольствие. А не то, что уж прям совсем было невозможно. Ну, наверное, для кого-то это было возможно. И вот мы сейчас подошли к вопросу возраста, и я вам следующую фотографию покажу на собственном примере, как я получилась на Амбротипе. Крайне забавное мероприятие. Рекомендую посмотреть. И вот смотрите, это моя работа, это современная фотография, да, и это именно свадебный венец. И мы сейчас вернёмся к этой фотографии. Обратите внимание, что это девушка тоже в свадебной венце. Значит, она явно молодая. Но, однако, вот этот тип фотографий будет всегда добавлять возраста. Поэтому прям однозначно судить не стоит. Я выключаю.